Я продолжаю чтение первой книги царств из Ветхого Завета Библии, главу девятую. Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениаминтянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. И пришел он на гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку, ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы принести человеку Божию. Что у нас? И отвечал опять слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде называли прозорливцем. И сказал Саул слуге своему, хорошо ты говоришь, пойдем. И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец? Те отвечали им и сказали, есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные. Итак, вступайте, теперь еще застанете его. И пошли они в город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помашь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, скажи мне, где дом прозорливца? И отвечал Самуил Саулу и сказал, я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня. И отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саул и сказал, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около тридцати человек. И сказал Самуил повару, подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя. И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил, вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал, встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас. И он пошел вперед. А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог.